Здравствуйте! В 2013 году исполняется 20 лет Конституции Российской Федерации, основному закону, обладающему на территории страны высшей юридической силой. Отдельная глава Российской Конституции посвящена правам и свободам человека и гражданина. Она не просто признает эти права и свободы, но и гарантирует их соблюдение. К этой дате уполномоченным по правам человека в Архангельской области Любовью Анисимовой приурочено проведение серии выездных приемов День правовой помощи. Насколько актуален этот проект, сегодня и поговорим с Любовью Анисимовой. Здравствуйте, Любовь Викторовна. Вот что это за проект День правовой помощи и насколько он актуален сегодня. Учитывая ваше вступление, я бы хотела сказать, конечно, не только этот проект посвящен 20-летию Конституции, но вся наша деятельность связана с конституционными гарантированными правами и свободами нашим гражданам. Но мы решили приблизить нашу помощь, оказание содействия в восстановлении и реализации законных прав гражданам поближе к населению. Потому что основная часть нашей деятельности все-таки связана, конечно же, с обращениями граждан. И это не секрет, что большая часть государственных органов управления, да и наш офис, расположены, во-первых, в городе Архангельске, а во-вторых, в центральной его части. И даже учитывая то, что сам город у нас растянут на такое большое количество километров вдоль нашей реки, мы попытались приблизить свою деятельность, вот эту помощь населению, вынести ее за пределы города Архангельска или за пределы города центра нашего города. Мы рассчитываем, конечно, на всех, но в первую очередь мы здесь ориентировались на наших ветеранов, на людей пожилых, на людей с ограниченными возможностями, на мамочек с детьми, которыми проблематично бывает ехать в центр города для того, чтобы записаться или попасть на прием. Мы используем для этого сеть наших библиотек. И отдельное спасибо коллективам этих библиотек за организацию вот этого проекта вместе с нами. Конечно, в первую очередь мы проводим прием. Но мы расширили, собственно, понятие нашего приема и проводим правовую консультацию. Потому что, как показывает опыт нашего общения с людьми, более половины обращений к нам, да и вообще очень много и большая востребованность существует именно в квалифицированной правовой консультации гражданам. И не всегда даже нужно жаловаться или дальше обращаться в какие-то государственные органы. Поэтому мы расширяем, собственно, понятие приема, даем обязательные правовые консультации. Мы дали на своем сайте различные рода сообщения через СМИ. Работают библиотеки активно. И у нас записываются люди, о которых... Некоторые просто знают, что в это время проходит там прием, и они приходят туда. Вот завтра у нас такой прием. Ну, с двух до четырех мы так обозначили в городе Новодвинске. И уже на сегодняшний день около десяти человек, которые просто обозначили свое желание. Ну, мы будем открыты. И если их будет больше, конечно, мы будем дольше четырех часов там пребывать. Хотя в Новодвинске мы бываем. Скажите, на каком же уровне правовая грамотность населения? Конечно, мы... Никаких тайн здесь не открою, секретов не выдам. Мы все прекрасно понимаем, что нам всем их не хватает. И особенно в условиях нашего меняющегося законодательства очень часто. Ежедневно в новости мы получаем новые законы принятые, новые нормативно-правовые акты. Они большие по объему, сложные по прочтению. И поэтому, конечно, люди не успевают и не понимают многие из них. Поэтому это очень актуально. Но более того, само построение правового государства, само понятие прав, законных прав граждан, их рамок, прав граждан отдельной личности и их развитие и взаимоотношения с общественными и государственными интересами, вот это обязательно требует развития правовой грамотности и правового просвещения. И поэтому у нас существует государственная политика, различные документы на федеральном и областном уровне, которые признают задачу правового просвещения как важнейшую для государственных органов. Четко прописаны задачи и функции. Хочу сказать, что у нас с 2012 года действует соответствующий областной закон. На многие государственные органы возложены конкретные задачи. Можно открыть его, ознакомиться. Существует специально созданный при губернаторе совет, в том числе и по правовой помощи. Созданно и активно функционирует государственное юридическое бюро, которое оказывает бесплатную юридическую помощь, но по конкретным вопросам и для определенных категорий граждан. То есть надо знать свои права и пользоваться им. Потому что часто бывает, люди считают, что нарушены их права, а увы, сегодня законодательство другое и все соответствует действующему законодательству. Мы же, уполномоченные по правам чеков субъектах Российской Федерации, в данном случае являемся дополнительным органом, дополняющим основные государственные. Но поскольку мы, наверное, чаще других встречаемся с людьми, что называется, глаза в глаза, то мы понимаем, насколько это важно и поэтому всячески стараемся развивать эту систему. Мы, конечно, ведем анализ, статистику и наши ежегодные доклады, которые в том числе на сайте у нас размещены, можно ознакомиться. Конечно, мы смотрим на и больше удельный вес. И, безусловно, что на протяжении всех лет, к сожалению, это жилищные права. Их можно подразделить на две большие группы. Это, во-первых, обращения граждан, связанные с предоставлением жилья. А вторая группа, она связана и касается практически всех нас, та, которая связана с нашей волшебной сферой, сферой ЖКХ. Вот они где-то порядка 28%, так в среднем ежегодном обращении. А что вы можете здесь сделать? Вот что мы можем сделать, да, действительно. Но если бы наши задачи только консультациями и правовым просвещением ограничивались, то, наверное, эффективность нашей деятельности была бы не очень высока. Дело в том, что особенность нашего органа еще состоит и в том, он так и называется, государственный орган с особым статусом. Как вы сказали в одном интервью, квартиру я дать не могу. Не могу, не могу. Но посодействовать этому обязана. И особенность этого органа состоит в том, что он не наделен никакими властными полномочиями. Ни исполнительными, ни законодательными. И вот в этих условиях мы должны содействовать, способствовать, в какой-то мере понуждать, мотивировать, если так мягче сказать, основные уполномоченные органы на решение возникших проблем там, где мы видим, есть нарушение законодательства. Но согласитесь, надо, чтобы к вам прислушивались. Нужно работать так, чтобы вписываться гармонично в существующую систему государственных органов управления и власти. Нужно по возможности. Ситуации ведь только конфликтные у нас. К нам ведь с добром не идут, люди идут с бедой своей. И поэтому, безусловно, когда мы начинаем с ними разбираться, мы также вступаем в определенную конфликтную ситуацию. Конечно, это сложно, когда работаешь с людьми, которые в том числе работают в системе государственного управления. Но я благодарна коллегам за то, что они понимают, что сегодня вот я на этом рубеже, и я должна вести себя таким образом, чтобы отстаивать интересы тех, кто к нам обратился. Перед вами двери не закрывают. Все-таки диалог вы ведете с государственными органами. Нет, и это здесь, ну, может быть, не комплементарная часть, но на самом деле хорошо сказать вовремя спасибо. Я действительно благодарна и руководителям, и коллективам, и государственных органов областного уровня, и особенно федерального уровня, потому что мы все-таки областной государственный орган. Но вот именно федеральные органы работают с нами очень четко, оперативно. У нас хорошее понимание взаимодействия есть. Мы иногда серьезно спорим, но всегда приходим к какому-то компромиссу, консенсусу. За это им большое спасибо. Ибо мы взаимодействуем с органами местной власти, с общественными организациями. Ну, конечно же, не со всеми, это просто нереально. Но стараемся взаимодействовать, заключаем соглашение. Мы, более того, стали взаимодействовать еще и с такими же региональными уполномоченными в других субъектах Российской Федерации. Потому что у нас нет единой вертикали власти. Мы никому не подчинены. Мы просто координируем свою деятельность. В чем-то плюс, а в чем-то, наверное, немножко минус. Но такова данность. Какая категория граждан обращается к вам чаще других и по каким вопросам? А вот я тоже хочу сказать. Вы знаете, к нам обращаются все категории граждан пропорционально тем категориям, которые проживают на территории Архангельской области. Но многие ведь говорят, что... Так вот я перебью вас и скажу. И развею в первую очередь миф о том, что больше всех говорят и жалуются женщины. Это совсем не так. Мы вот за 10 лет нашего активного функционирования просмотрели. И приблизительно пополам на пополам, по половому признаку, можно сказать, женщины и мужчины обращаются к нам приблизительно в равной мере. К нам обращаются и ветераны, и молодежь, и люди зрелого возраста, среднего возраста. К нам обращаются работающие и неработающие. К нам обращаются люди свободные и ограниченные в своей свободе. То есть те, которые отбывают наказание или находятся в местах лишения свободы. К нам обращаются дееспособные и недееспособные люди. И это действительно так. Мы принимаем обращения и обязаны реагировать на их обращения даже в первую очередь. К нам обращаются жители Архангельской области и те, которые проживают в других субъектах Российской Федерации. И очень много стало обращений из-за рубежа. К нам обращаются граждане Российской Федерации и лица безгражданства. А как же вы справляетесь с таким количеством обращений и все ли обращения удовлетворены? Уже тяжело, конечно, мы справляемся. У нас большая статистика. К сожалению, я это говорю, к сожалению, уже более 8 тысяч. А в аппарате всего 8 человек. На каждое письмо нам приходится делать в среднем по 6-7 запросов. Поэтому иногда у нас бывает затягивается рассмотрение на несколько месяцев для того, чтобы добиться какого-то результата. Все-таки, тем не менее, мы считаем, что процент удовлетворенности достаточно большой. Единственное, я так хочу сказать, что, конечно, в полном объеме то, чего хочет человек, когда приходит к нам, мы достигаем где-то процентов 20-25. Это тоже немало. Но очень часто человек не совсем понимает, на что в этой ситуации он может претендовать. Поэтому, когда мы ему оказываем помощь возможную, исходя из действующего законодательства, мы тоже считаем, что это успех. Может быть, не все всегда этим довольны, но этого тоже очень сложно добиться. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы этот поток обращений и проблем, которые за ними стоят, все-таки сокращался. И последнее постановление правительства. Вот как они отражаются на местном уровне? Вот, например, закон Димы Яковлева. Ваши комментарии и есть ли прецеденты в нашем регионе? Ну, даже не столько постановления, сколько законы, хотя это не главное. Главное, что, да, действительно, они очень дискуссионные. И общество разделилось по многим из них. Но я считаю, что они все-таки приняты не для отвлечения внимания населения, как это часто говорят, а приняты все-таки по актуальным и, главное, болезненным вопросам для нашего общества. Хотя может некоторым показаться, что это больше проблемы характерной или волнующей столичной населения, столичной города. Я считаю, что они имеют значение, важны для всех уголков нашей страны, для Архангельской области в частности. Но закон Димы Яковлева здесь понятно. Все-таки внимание к детям, к детям, которые мы даем в приемные семьи, особенно за рубеж. Моя позиция тоже такая. Дети должны воспитываться в своей стране. Единственное, что надо от разговоров перейти к делам и действительно усилить внимание к этой сфере и создать все необходимые условия для этого. Ну, определенные шаги сейчас сделаются. Еще закон есть, допустим, о защите прав верующих. Да, недавно. Недавно обсуждался. Ну, тоже, вот как, какое имеет отношение к нашей области? Да, я считаю, что прямое. А давайте вспомним недавние события, надругательство, я считаю, над православными святынями, когда разрушили поклонные кресты. Меня лично это очень беспокоит ситуация. Я думаю, что нам бы всем стоило об этом задуматься. А почему это произошло в начале, да, собственно, потом и не так много было дополнительных примеров, только в двух субъектах России, Челябинской области и в Архангельске. У вас есть ответ? Не в Москве, не в Петербурге. У нас, казалось бы, да? Причем, если в Челябинске это произошло на дороге между населенными пунктами, то есть там, где людей нет в ночное время, то у нас с вами это произошло в достаточно хорошем таком районе, плотно населенном. Что это? Как бы, может быть, со мной не согласятся многие, или как бы это неприятно было слышать, но я считаю, что это очень яркий показатель нравственного здоровья общества. И нашего, в нашей Архангельской области тоже. И это тем более беспокоит, что русский север всегда традиционно был хранителем истинных ценностей, традиционных российских ценностей, в том числе и православия. Значит, чего-то не замечаем или не хотим замечать? Мы не замечаем и не хотим. Мы равнодушны и инертны. Это так. Можно на меня обижаться, можно со мной соглашаться или нет, но это так. Мы проходим мимо каких-то вещей, думаем, это мелочь, это не страшно, я не буду вмешиваться, это не важно. И в конечном счете мы можем просмотреть, если уже не просмотрели, то главное, что мы можем утерять как нация. Поэтому я считаю, эти законы очень важны и для нас в том числе. А были ли случаи обращения граждан в Европейский суд? Да, не только были, они есть. И к моему тоже сожалению, количество таких граждан и людей, желающих обратиться, увеличивается. Почему к сожалению? А потому что обращаются в Европейский суд те, кто не нашли защиты, как считается, в национальной системе судебного разбирательства, в национальном законодательстве. Человек хочет добиться справедливости. Он хочет, но если он обращается туда тогда, когда он не смог решить свои вопросы в стране, это плохо. Это действительно так, потому что из России наибольшее количество обращений, и там есть специальные документы в адресе российского государства о принятии соответствующих мер. Количество таких желающих растет. У нас разработан специальный информационный материал для них. Просят, мы высылаем, привозим, когда можем. Разные примеры есть. Есть положительные примеры. Жительница города Архангельска обратилась по необходимости предоставления жилья, которым ей незаконно отказывали. В процессе ее рассмотрения в Европейском суде было заключено мировое соглашение. Понятно, по каким причинам. И она жилье получила. В Европейский суд обращались и наши медицинские работники по вопросам оплаты труда. Документы, правда, они оформляли без нашего участия. Я не хочу вдаваться в детали процедурные, потому что там сложные процедурные детали. Но того результата, которого они хотели, не добились. Поэтому есть, видите, разные примеры. Я только всем желающим хочу сказать, что это очень сложная процедура, и она затягивается иногда на долгие месяцы, если не годы. Поэтому к этому нужно быть готовыми. Институт уполномоченных молодой. А вот можно ли, на ваш взгляд, говорить об эффективности деятельности уполномоченного по правам человека в нашем регионе? Конечно, хорошо, когда тебя оценивают другие. Институту в Архангельске активному функционированию 10 лет, а всего по России 15. Но еще даже на сегодняшний день не во всех субъектах Российской Федерации такой институт создан. Но, вы знаете, я думаю, что да, даже вот встречаясь с коллегами в Москве, когда из других регионов мы встречаемся, когда смотришь на то, какие люди избираются, а это в основном избираемые должности, они назначаемые, то это люди с большим опытом, компетентностью, профессионализмом. То есть уже знают проблемы и очень часто знают, как эти проблемы решать. Но мы ведь еще не просто решаем отдельные конкретные вопросы, жалобы. Очень много я, например, со своим аппаратом, мы работаем на федеральном уровне по вопросам совершенствования законодательства, нормативно-правовой базы или порядка их реализации. И нам тоже здесь кое-что удается. И я считаю, что мы достаточно эффективно функционируем. Три коротких вопроса в завершении разговора. Что вы вкладываете в понятие свобода? А даже не задумываясь, а особенно сегодня, это осознанная необходимость. Да, мы все живем друг с другом, мы должны это понимать. Что вас больше всего тревожит о вашей работе, что настораживает? Меня настораживает и беспокоит уже все-таки, как достаточно зрелого человека, действительно количество, критическая масса увеличивающихся проблем. И мы достаточно тонко чувствуем, мы ближе, может быть, чем многие к людям, от социальных настроений, социальной напряженности в обществе. Все-таки она, к сожалению, растет. Последний вопрос. Фраза, мысль, книга, а может быть, личность, которая вас вдохновляет? Интересный вопрос быстро. Вы знаете, может быть, и фраза, и мысль. Когда-то мне спрашивали, она у меня готова, да? Мне нравится фраза, что мир спасет любовь. Вот даже не красота, а любовь. Любовь в различных ее проявлениях. Это любовь сына к матери или ребенка к матери, матери к своим детям. Это любовь между мужчиной и женщиной. Это любовь нас всех к своей родине. И, главное, любовь государства к своим гражданам. Поэтому вот любовь во всех ее проявлениях. Ну, а если о личностях, наверное, я должна думать, может быть, о ярких женщинах, которые внесли какой-то большой вклад в развитие нашего государства. И, пожалуй, первое, что мне пришло в голову, может быть, даже императрица Екатерина Великая. Все-таки при всех очень сложных оценках ее деятельности, ее роль в истории России, ее становление очень велика. Это была Любовь Анисимова, уполномоченной по правам человека в Архангельской области. Спасибо, Любовь Викторовна. Спасибо вам. Продолжение следует... Продолжение следует...